Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появились два танчика в составе набора за 12 тысяч, объект 252У и Т-34-3. Вы можете взять себе эти машины по отдельности, 5 тысяч за Т-шку и 8 тысяч за объекта. Выгодно или невыгодно здесь решать вам, но как правило разработчики завышают цену машин в голом состоянии, для того, чтобы, ну, прямо скажем, больше заинтересовать вас покупкой именно набора. Что хочу сказать от себя лично про набор. За 12 тысяч вы получаете две машины, это две восьмерки. Насколько они годные, насколько они нужны вам, здесь уже определятся вам. Я не могу сказать, что эти машины, которые прям must have, хватай и беги. Но что-то, безусловно, в этих машинах однозначно есть. В набор положили, ребят, открытое оборудование на обе машины. И если посчитать, то получается 3 миллиона 600 тысяч серебром вы сэкономите, потому что не будете открывать это все за собственную серу. Что касается X5, то поскольку два раза по 15 сертификатов, понятное дело, что на каждую из этих машин и в целом 30 сертификатов по X5, ну, помогут вам поднять ваши копилки и сделать существенный вклад в элитный опыт ваших экипажей. Что касается Camo, здесь у меня двоякое отношение. С одной стороны, мне безумно не нравится Camo на Т-34-3, потому что в нем нет вообще ничего. Вот просто ноль полнейший, никакого не то что восхищения, а абсолютно полностью отсутствующий интерес. А вот что касается Camo на объекта, здесь я аплодирую тем, кто прорисовывал данный Camo для объекта, потому что действительно крайне красиво смотрится. Меня очень сильно впечатляет вот эта вот часть, прорисованная своими линиями и своей, ну, 3D, да, отголоской такой, наличием, скажем так, определенного объема у данного рисунка. Это действительно очень классно и машину это очень классно украшает. Здесь вопросов нет. Но даже не за это я аплодирую тому, кто прорисовывал, за то, что уделили достаточное количество времени и трудов, чтобы сделать красивой корму. Вот эти вот все части меня действительно впечатляют. Я очень сильно не люблю красивые Camo, которые красивые только спереди. Потому что я свою машину вижу в основном-то вот в такой вот проекции. Поэтому, когда Camo и сзади тоже может чем-то похвалиться, вот это меня уже действительно радует. Поэтому данный камуфляжик мне лично заходит. Стоит ли данный набор 12 тысяч? Я думаю, что здесь необходимо определяться вам. И я не могу говорить о том, что этот набор действительно прям совсем выгодный. Вам необходимо определяться, нужны ли вам две этих машины. И есть ли у вас на них 12 тысяч. И в принципе, готовы ли вы эти 12 тысяч за них отдать. Единственное еще, что хотел бы добавить от себя, это то, что данный набор включает в себя машины разного класса. Я очень сильно не люблю, когда в набор ложат две машины ТТ-шки или две СТ-шки. А уж тем более, когда ложат, допустим, два танка средних или легких одной и той же нации. Одного и того же уровня. И вот этот набор меня уже мало интересует. Потому что нет интереса брать две плюс-минус похожих машины между собой. Ну, разве что, если это какие-то прям две имбы. Ну, окей, хорошо. Что касается объекта 252. У него орудия крайне дискомфортные. Время сведения целых 5,6 с учетом установленного оборудования в круг, направленное на то, чтобы улучшить ему время сведения. Плюс есть амуниция. При этом всем, ребят, 5,6 секунды время сведения. Разброс больше 0,4. Это говорит о том, что пушка особой точностью явно отличаться не будет. Урон в минуту, ребят, тоже далеко не фонтан. Для восьмого уровня, для ТТ-1900. И при этом всем получаешь ты это благодаря тому, что у тебя есть классная, действительно, альфа в 420. Могло быть гораздо хуже. Но при этом всем время перезарядки целых 13,2. Опять-таки, с учетом амуниции, оборудования и опыта экипажа. Это, честно говоря, цифры, которые крайне сильно смущают. Плюс к тому смущает, безусловно, склонение орудия вниз. Минус 6. Но, в принципе, это СССР. И здесь чего-то ожидать от угла склонения на ТТ очень сложно. Что касается брони по данной машине, то броня у данной машины, безусловно, есть. Очень хорошо забронированная башня. Маленькие комбашенки, которые, пускай, не сильно забронированы. Но они не такие большие, чтобы их можно было выцеливать на дальних расстояниях. Щеки башни просто обалденные скосы имеют. Короче говоря, от башни отыгрывать на данной машине однозначно приятно и удобно. Единственное, что помните о скудном углу склонения орудия вниз. То есть, отыгрывать от каких-то существенных неровностей, ну, я бы сказал, занятие то еще. Что касается корпуса. По корпусу, ребят, ну, типичная такая щучья морда. И здесь действительно классная приведенка по верхним двум бронелистам. Но только, ребят, исходя из того, что вы стоите абсолютно вот так вот прямо, тогда да, окей. Но если вы начинаете доворачиваться, становится все немножко похуже. Да и в целом, ребят, никто не будет выцеливать ваши вот эти верхние бронелисты, если вы будете выпячивать вперед свой вот этот огромный пятак, который прям-таки просит апперкота. Если кто разбирается в боксе, то это удар снизу, как правило, в челюсть. Ну, а в данном случае это будет удар, наверное, в нос. И вот этот вот пятак, он действительно прям беда-бедовая, ахиллесовая пятак, которая пробивается просто на ура. Ну, и понятное дело, что все бросают сюда. Причем, как бы ты ни становился, если ты на открытой площадке, ты сюда будешь отхватывать. Что касается играть ромбом. Да, действительно классно, окей, вопросов нет. Здесь есть приведенка по верхнему бронелисту. Есть хорошая приведенка по борту. Борта ровные, без всяких там выступов, всего остального. Ну, скажем так, тех мест, за которые может снаряд зацепиться. Что касается кормы. Она тоже далеко не прям совсем картон. Здесь есть броня, это хорошо. Это говорит о том, что против определенных легких танков, допустим, тоже могут быть рикошеты. Плюс здесь есть с косой, поэтому, исходя из того, что здесь нет прямой проекции, а здесь все с приведенкой, то отыгрывается оно плюс-минус неплохо. Поэтому по броне, ребят, здесь самая большая беда, это вот этот вот нижний бронелист, который плавно переходит в передний. Что касается сравнения с другими машинами на уровне. По другим машинам очень сложно определиться с существенными плюсами и минусами данной машины, потому что огромное количество тяжелых танков на восьмом уровне, это я, ребят, только отсюда повыбрасывал барабаны. Все остальное оставил, вот цикличные орудия, их просто огромное количество, проходные, премиумные. Единственное, что стоит помнить о том, что на восьмом уровне нет ни одной коллекционки, ни одного типа, поэтому, в принципе, выкладываешь сюда хотя бы без коллекционок, но легче от этого не становится. Что касается характеристик, как я и говорил, по ДПМу, 1930, это далеко не самый лучший ДПМ. Да, безусловно, есть хуже, но это считанное количество машин, и сказать, что этот ДПМ является средним на уровне, нет, не средним. Если бы здесь красовалась цифра хотя бы там в 2000, тогда окей, тогда можно было бы говорить, что это какой-то приближенный к среднему. 2200, вот тогда уже средний ДПМ, если учитывать тех ребят, которые имеют существенный ДПМ, ну, допустим, там в 2500 или те же самые 3000. Что касается всего остального, тоже, все время ни вашим, ни нашим. Что по пробитию, что по альфеям, что по времени перезарядки, ну, а вот как раз время перезарядки больше минус, чем стандарт для данного уровня. Есть машины, которые имеют существенно выше, но в основном они все колеблются где-то начиная от 8 секунд перезарядки и заканчивая 12. Вы же имеете 13 секунд перезарядки, это действительно существенная цифра на 8 уровне. Сведение, все остальные вещи тоже ни вашим, ни нашим. Скорость абсолютно-таки средниковая. Но дальше я опускаюсь ниже и удивляюсь. 56% побед и играло целое 1800 игроков. Наверное, машина все-таки может. Если посмотреть на процент побед конкретно, то эта машина одна из лучших на своем уровне. Если убрать, допустим, того же самого ИСа 6 Бесстрашного, которого катает 6 человек счастливчиков, получивших его, то тогда вы увидите, что та же самая Акула, допустим, имеет 58% побед. Ну и ряд машин еще имеют тоже довольно неплохие результаты. Поэтому сказать о том, что данная машина изначально на 100% неиграбельная, я не могу. Но я осмелюсь предположить за благовременным, что данная машина очень сложная. И совладать с ней сможет далеко не каждый игрок. Может быть, кто-то напишет в комментариях по поводу того, что данная машина и есть машина для новичков. Ты очень хорошо бронированный, ты хорошо живуч. Да, пускай ты долго перезаряжаешься, но ты закидываешь за один выстрел хорошую альфу. Но все-таки, друзья мои, иногда машины, даже кажущиеся какими-то простыми в использовании, могут преподносить вам определенного рода сюрпризы. Какие сюрпризы я ожидаю от объекта? Я ожидаю сюрприз абсолютно косого орудия. Я ожидаю сюрприз абсолютно неиграбельного времени перезарядки, за которые меня будут пытаться разбирать. Исходя из подвижности, исходя из характеристик в отношении динамики машины и, в принципе, поворотливости ее, я предполагаю, что его довольно неплохо можно закрутить, допустим. Короче говоря, я уверен на 100%, что данная машина далеко не без сюрпризов. Ну что, попробуем, чего он стоит в сегодняшних рандомных боях. Ну и из этого будем пытаться сделать вывод, а стоит ли покупать его себе отдельно за 8 тысяч золота? Ну уж тем более, стоит ли его приобретать за 12 тысяч в составе набора? Опять-таки, забегая наперед, скажу, что по 12 тысячам для меня лично вопрос остается немножко подвешенным, потому что мне необходимо сделать еще абсолютно честный обзор на Т-34-3, который, как я сказал, выйдет на канале буквально через там час-полтора после выхода данного видео. Ну и уже тогда можно будет о чем-то более внятно говорить. Ну а пока зацениваем объекта. Едет объект довольно неплохо, вопросов нет. Едет как тяжелый бронированный танк. Ну, в принципе, чего и стоило ожидать. Угол склонения орудия вниз. Уже неиграбельно абсолютно. Броня. Вот сейчас уже получили первый тест выстрел от Чифтейна. Не пробил он меня, хотя я стоял к нему не в прямой проекции. Сейчас есть возможность подъехать поближе, но опять-таки вопрос, смогу ли я отыгрывать? Не смогу, ребят, нормально отыгрывать, потому что у меня абсолютно не хватает угла склонения. То есть я вынужден подняться вверх, заехать на самую верхушку. И вот тогда у меня только склоняется орудие. Дал еще без пробития. Класс, вообще просто супер. И вот только тогда у меня, ребят, склоняется орудие. И только в таком случае я могу попытаться попасть по Чифтейну. Крайне дискомфортное в отношении угла склонения орудия. Ну, прям на все сто. Опять-таки, сейчас я вижу перед собой Т-2020. Я мог бы выехать сейчас на него, но понимаю, что я свое орудие вниз не опущу для того, чтобы выцелить его серые зоны. Поэтому данная машина абсолютно не подходит для того, чтобы отыгрывать на ней на каких-то вот подобных даже неровностях. На удивление. Хотя, когда ты запихиваешь вот так вот 400 единиц, вроде бы и приятно, вроде бы и классно. Но в то же время, ребят, стоит помнить о том, что есть, есть, ребят, в нем слабые зоны. И как только ты делаешь выстрел, тебе необходимо уже куда-то отходить, уже пытаться прятаться. Танковать буду однозначно башней. Ну, просто потому что, если я сейчас начну отъезжать, у него есть возможность выцелить мой огромный, просто огромный нижний бронелист. Чего мне бы очень сильно не хотелось. Ну, лист, согласитесь, действительно очень большой. Блин, засмотрелся, бывает. Выцеливают меня. Смотрим. На удивление. Ребят, вот сейчас очень сильно удивлен тому, что без полного сведения на характеристиках орудия с огромным разбросом и, опять-таки, огромным временем сведения, повторюсь, я умудрился попасть. Это действительно... А сейчас умудрился не попасть. Вот просто на ровном месте, стоя на гораздо меньшем расстоянии от соперника, я умудрился не попасть в абсолютно шотного и того, которого однозначно должен был сейчас я добрать. Так-с. Едут потихоньку по мою душу. Блин, и оба шотные. Ну, вот оба шотные. Разбирают меня. Разбирают меня, блин, как молодого. Время перезарядки, ребят, очень сильно сейчас подкачивает. Просто до безобразия. Я бы мог успеть сейчас добрать АТ-шку хотя бы. Это, безусловно, там ничего не зарешало, но время перезарядки, ребят, очень сложное. Крайне сложно отыгрывается. Понимаю, что на многих машинах есть такое время перезарядки, но, наверное, к нему привыкнуть надо. Не знаю. Мне сейчас было действительно крайне обидно, что я не смог ничего сделать именно потому, что долго перезаряжался. Тысяча девятьсот шестьдесят единиц урона, два сделанных фрага. Я считаю, что это довольно неплохой результат по данной машине. И что касается результативности моей в команде, то я с крайне-крайне мизерным отрывом ухожу на второе место. Так, в принципе, был бы на первом. Но Progetto 46, в принципе, машина неплохая в отношении урона, который на бой может припасть. То есть тот урон, который она собрать, точнее, может за этот бой. Заходим обязательно во вторую катку. По одной простой причине. Потому что мне почему-то кажется, что данная машина играется ровно от боя к бою в отношении количества урона, который вы можете нанести. Она действительно может зарешать в определенные моменты. Она действительно может помочь продавить это направление. Но я хочу в этом убедиться. Я хочу сделать еще одну дополнительную каточку, которая покажет, прав я в конце концов или нет. Сказать, что у меня прямо сейчас возникает какое-то дикое неудержимое желание приобрести себе данную машину на основной аккаунт, я пока не могу. Но я сейчас был отчасти позитивно удивлен. Серьезно. Я ожидал от машины гораздо худшего. Я вот как раз ожидал от машины большего количества неприятных ситуаций. Таких, как была с проджетой подраненной, которую я не смог добрать за выстрел на довольно небольшом расстоянии. Причем прога находилась у меня практически вся в пределах моего разброса. Там зон, которые были не заняты прогой, скажем так, их было очень мало. И при этом всем, ребят, умудрился не попасть. Как так получилось? Почему так получилось? Не знаю. И в то же время крайне сильно был удивлен, когда на вскидку кинул без полного сведения по ПТшке и умудрился в нее попасть прямо в центр. Короче говоря, это вот орудие, что называется, нафарт. Ну вот, пожалуйста, да. То есть сейчас мне казалось, я был практически уверен в том, что орудие сейчас косанет и полетит куда попало, кроме того, куда я целюсь. Так-с, есть я в засвете. Чутка не хватило. Интересно, куда меня пробили. Пока я на перезарядке, время посмотреть на пробитие есть. Пробили вообще непонятно как. Просто не понимаю, каким образом в меня залетело. Неужели там как-то, глядя немножко сверху, там была такая зона прям, чтобы можно было в нее выцелить и попасть. Сейчас бы уже закинул, но, к сожалению, не уверен в том, что ТТшник там еще стоит. Да, опять-таки в левчика сейчас мог попасть. Но, к сожалению, не успел свестись. Сложно отыгрывать, ребят. Вот если на каких-то ближних расстояниях, может машина себя нормально еще и показывает. Но если играть на каких-то там средних-дальних расстояниях, очень дискомфортно от времени сведения. Вот даже сейчас Лева, я вот начинаю сводиться и, ну вот теперь только отправляю его. Причем мое ожидание полного сведения, так чтобы быть уверенным в том, что я не зря сделаю этот выстрел. Потому что время перезарядки подсказывает, что все-таки необходимо максимально сводиться. Потому что если вдруг ты там косанул, то ты сделал выстрел в пустую и, соответственно, опять будешь ждать времени перезарядки. И вот как раз вот это вот время перезарядки со временем сведения мне лично не позволяет нормально, комфортно отыгрывать на средних-дальних расстояниях. Вблизи, да, окей, вопросов нет. 645 единиц урона. Не буду смотреть на какие-либо другие результаты. Просто закинуть еще в один бой, потому что этот бой, ну я не знаю, диаметральная противоположность тому, что было сейчас в первой катке. Ну вот как раз третий бой с вами отыграем. Я думаю, сможем плюс-минус поставить какую-то галочку в отношении, все ли мы испытали, все ли мы попробовали, поиграли на трех разных картах. Так мы, соответственно, сможем плюс-минус честно заявлять о каком-то справедливом мнении по поводу объекта. Ну что, поехали. Понятное дело, что нам с нашей подвижностью, с нашей броней самое место на линии ТТ. Единственное что, я все-таки думаю, что самое правильное будет заходить сразу сверху. Потому что с низов заходить вроде бы и удобно, потому что нижний бронелист будет плюс-минус как-то скрыт. А с другой стороны крайне дискомфортно, потому что для того, чтобы кого-то выцелить, необходимо будет все равно залезть на самый верх. Такс, давай, подвигайся чуть-чуть вперед. Класс. Вот они, эти фейлы, про которые я говорил, что теперь я вынужден ожидать, пока перезарядится орудие, для того, чтобы снова можно было дать тычку. Альфы у меня достаточно. Если я сейчас в него попаду, ну слава богу, фарт все-таки сработал. Опять-таки, сейчас бросил без полного сведения, и когда я стрелял в Т-77, у меня было больше уверенности в хорошем результате моего выстрела. Чем в том выстреле, который я сейчас делал по лису, если я не ошибаюсь. Так. Едь сюда. Куда ты поехал? Вернись. Хорош. Хорош, загуслили. Нашего. Ну и зачем ты это делаешь? Вот скажи мне, у него просто интересно. Я еду на него, я тяжелый танк. Он сейчас в меня кинет, и это будет гораздо лучше, чем он кинет в тебя, потому что меня у него шансов пробить гораздо меньше, чем у тебя. Зачем ты передо мной пытаешься вылезти в прицел? Ну не понимаю, братка, серьезно. Слушайте, ну вот в этой катке я себя ощущаю больше, как в первом бою. Действительно, гораздо все интересней. Меньше каких-то фейлов. Я ближе нахожусь к соперникам. Я могу выцеливать. Есть попадание. Полностью серая Проджета, и она для меня оказалась без моего пробития. Просто есть попадание. Очень классно, очень клево. Давай, Центурион, едь, короче говоря. Разбирайся с Проджетой. С твоим КД самое то. Я лучше поеду, поддержу вот здесь вот нашего Т-шника, потому что он бодается сейчас, по большому счету, против двоих. А вот сейчас начинается проблема, такая, как была в конце боя первого, когда все зависело от моего КД. Бодро получается. Угла склонения у врага не хватает. Ну а у меня хватило. Времени перезарядки и, на удивление, точности для того, чтобы пробить его в лючок. Ну что, Прога, давай. Борись до последнего, но отправляйся в ангар. Центурион, пожадничай. Ну вот так вот, ребят. Два фрага, и это тот бой, в котором объект действительно зарешал. Причем зарешал он довольно прикольно. Зарешала его живучесть. И по результатам трех каток я могу сказать следующее. Самые показательные, наверное, будут как раз первый бой. Тот, в котором не было прям слишком большого урона, но в то же время он не был на полу. Что касается вот этого третьего боя. Кстати, по результатам третьего боя, ребят, с учетом того, что у меня есть активированный према-аккаунт, мы получаем с вами чистоганом 72 тысячи. В целом довольно неплохо, и я не могу сказать, что данные результаты дались мне крайне сложно. Возможно, просто к третьему бою я плюс-минус понял, как отыгрывать данную машину. И скажу откровенно, я не играл на объекте до этого. И он меня удивил. Вот серьезно. 3000 урона, 2 фрага. По большому счету я сделал все возможное для победы. Я однозначно лайкану нашего соперника. Он огромный молодец. Ну и центу тоже поставим кулачки. Потому что, ну действительно, парень молочинка. Ну а этого для того, чтобы не обидеть, это получается как-то некрасиво. Ну что ж, друзья, давайте подбивать итоги. Объект 252у. Далеко не самая легкая машина, как мне кажется. Но зарешать она может. Фармить она тоже способна. Хотя коэффициент фарма не такой уж и большой. 170, если я не ошибаюсь. Давайте глянем в таблицу. Да, 170%. Было бы больше, было бы безусловно веселее. Что касается играбельности. Играбельная машина, все окей, все классно. Можно отыгрывать от брони. И причем броня действительно очень хорошая. Единственное, что прятать нижний бронелист. И помнить о том, что угол склонения орудия вниз. Крайне дискомфортный. И не позволяет вам отыгрывать на неровностях с комфортом. Что касается орудия по его ТТХ. По ТТХ действительно есть к чему привыкать. Крайне долгое время перезарядки. И что касается точности орудия. Оно, как я говорю, либо как бог пошлет. Либо бабка на двое гадала. Поэтому, друзья мои, есть над чем подумать. Бои абсолютно честные. Вы видели. И дальше вам принимать решение. Сможете ли вы реализовывать данную машину в боях. Плюс к тому, друзья. Если вы обладаете данным танком. Обязательно пишите свои комментарии. Для того, чтобы другие ребята могли взвешивать свое принимаемое решение. Не только на основании видео, которое я выкладываю. Или моего субъективного мнения. Ну, а еще и на ваших мнениях. Ну, а на данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok